Приветствую вас. Мне кажется, что ваша проблема заключается в том, что вы не уверены в своей новости о мужчине, потому что вы на этой стране. Мне кажется, что проблема заключается в том, что вы боитесь рактования, вы боитесь, что ваши отношения завершатся, вы боитесь, что мужчина как-то к вам охладеет. И вы боитесь остаться обмазать. Вот люди очень часто, очень часто, предпочитают сами, ну вот самостоятельно, когда переезжает территория, переезжает вероятное развитие событий, такое, и самостоятельно вносить какие-то вот коррективы. Да, то есть самостоятельно, ну, ускорять то, что, по их мнению, произойдет. Вот. Поэтому в первую очередь здесь, конечно, нужно посмотреть на то, насколько вы себя цените, насколько вы уверены в себе, насколько вы принимаете в себя, насколько вы осознаете свою ценность, нет ли у вас с этим проблем. На мой взгляд, на мой взгляд, есть. Следующий момент. У меня появилось ощущение, после прочтения вашего текста, что вы думаете сейчас, что ни с кем. Кроме мужчины, не сможете быть женщиной. То есть, вам кажется, что только с этим мужчиной, вы сможете быть женщиной. Как в духовном, так и в инсивном смысле. И это некоторая скованность, это некоторое ограничение, не в том смысле, что вы должны со всеми мужчинами встречаться, спать, нет. А в том смысле, что, по вашему восприятию, только мужчина, его отношения, его поведение, его нахождение с вами, его взаимодействие с вами, делает вас женщиной. То есть, это не вы, женщина, сами по себе, а именно мужчина, его отношение к вам, делает вас женщиной. Это, мне кажется, достаточно большая и серьезная проблема. Потому что, ну, потому что вы не самостоятельный партнер. Вот, и вообще, как бы говоря, из-за такого подхода, из-за такого отношения, такого восприятия мужчины, да, вы не чувствуете себя свободной. А его интерес, точнее, его интерес для вас слишком высок. Мужчина для вас слишком важен, потому что только с ним вы можете что-то. Только с ним вы можете быть с кем-то. Без него нет. Получается, что без него вы теряете большую такую часть себя. А это иллюзия. Это иллюзия, это неправда. И, как бы, вот это нужно корректировать здесь. Следующее. То, что очень тяжело. Ну, здесь мой коллега, Кутришев Игорь Леонидович, в принципе, достаточно лаконично и четко вам ответил. Он сказал, что нужно жить полной жизнью. Что это значит? Это значит, что помимо мужчины, помимо отношений, у вас должен быть сейчас свой интерес. У вас, ну, как бы, свои векторы, свои направления должны быть, ну, глобальные, как бы, глобальные, целеполагальные. И у вас этого нет. У вас этого нет. Если я правильно понимаю, то вы достаточно скованный человек. Может быть, стеснительный немного. Либо, ну, просто такой вот, кто может испытывать чувство страха при сближении. Вот. И это мешает, может начать вам выстраивать, как бы, свою вот самостоятельную, опять же, линию поведения. То есть, подумайте, подумайте, к чему восходит тяжесть нахождение на расстоянии. Вот. К чему это восходит. А что касается самих отношений на расстоянии? Ну, надо сказать, что видеться на месяц через каждые шесть месяцев тяжело. И хоть это и не самый худший вариант, хоть есть и варианты гораздо хуже, но я понимаю, что вам зажило. Я понимаю, что отношения в классическом смысле слова здесь отсутствуют, да, потому что вы, получается, находитесь непосредственно в отношениях месяц через шесть месяцев. Вы говорите, вы говорите о том, что любите человека. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, какой вектор имеет этот чувство, на что оно направлено, на вас или на вашего партнера. Максимально честно себе в этом признаюсь. Это важно для психотерапии. Так вот. Отношения на расстоянии действительно тяжелые. Это правда. Ну, даже не отношения на расстоянии, это не отношения. Это немножечко такой другой, скажем так, другой вид взаимодействия человеческого. Вот. И очень важно, очень важно понять, чего вы хотите в этой ситуации сами. То есть, кто-то может быть в отношениях такого плана, кто-то нет. Для кого-то это приемлемая ссора, для кого-то нет. И для вас важно понять, как именно вы воспринимаете эту ссору, как именно вы относитесь к отношениям на расстоянии. Да? Вот. Потому что, а потому что всегда можно сделать несколько хитрее. Всегда можно сделать несколько хитрее. Ну, вместе с тем, и я бы сказал, что более, наверное, высоко духовно. Да? То есть, это опустить человека на то время, пока вы находитесь на расстоянии. Просто я же. То есть, типа, остаться на это с возможным восстановлением отношений будущего. С возможным. И факт, что это шифр-шифр. И соответственно, соответственно, надо посмотреть, как ситуация будет складываться. Ну, например, к тому времени, захотите ли вы с кем-то быть, захочет ли мужчина с кем-то быть. То есть, это вот такой момент. Здесь не вставлю экспресс. Да? Вот. То есть, это было бы честно. А так, получается, что вы держите друг друга на поводке. Причем, в поводке, ну, в таком, в таком, я бы сказал, не в самом хорошем, не в самом лучем. Не в самом, это как, не в самом гуманистическом отношении к порталу. Ну, важно. Вот. Ну, вот. Примерно такой ответ я могу вам дать. То есть, я не думаю, что вы прямо таки, он таки последуете. Эх, мы, ну, мои рекомендации, да? Вот. Но, я думаю, что он подумать вам лучше найдет. А, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи.